МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строить седьмую самую северную переправу через Енисей начали зимой 2020-го. Два километра и 82 метра высокогорского моста не просто соединят берега, а подарят людям в 17 деревнях и поселках совершенно иную жизнь. Перебраться через реку в магазин, больницу или просто к родным они смогут в любое время. И быстро. А пока зимой это можно сделать только по прочному льду. И ждать зимник приходится очень долго. А летом, чтобы, например, из Мотыгина попасть в Красноярск, нужно сменить три парома. Времени будет меньше тратить на эти очереди. То есть, ну, много часов выигрываешь. Переправы, они не сезонные. И ожидания, как бы, людям нужно перебраться на другую сторону, в берегу реки. Все ждут его. Пожиотдания продуктов. Ну и, как бы, все, а также и больницы. Дорога сильно плохая там. Ехать часа два-три. Плюс паромы ходят редко. Поэтому все долго происходит. Первые машины поедут по Высокогорскому мосту уже в 2023-м. Это будет широкая двухполосная переправа с 10-ю пролетами. Самый длинный в 210 метров. И 11 прочных бетонных опор. Шесть из них уже есть. С открытием этого северного моста вырастут не только пассажирские, но и грузовые перевозки. А с ними изменится и экономика края. Для примера, в Северо-Енисейском районе добывают четверть общероссийской и почти 80% краевой доли золота. И сейчас из-за транспортных проблем есть большие трудности с доставкой готовой продукции. С вводом данного моста у них будет всего лишь один вид транспорта. Это, допустим, грузовой автомобиль. Они загрузили на месте производства и довезли уже до либо ЖД-ветки, либо уже до конкретного покупателя. Это, конечно же, увеличение прибыли, это увеличение налога на прибыль и в целом увеличение бюджета Красноярского края. За последние 15 лет в крае появились три новых моста. В 2008-м закончили, как его прозвали в народе, путинский. Струйку лично курировал президент. И в этом же году в Богучанах начали возводить переправу через Ангару. Она стала самой длинной в регионе. А в 2015-м в Красноярске сдали четвертый, Николаевский мост. Он разгрузил коммунальный и центр города. Раньше добраться с берега на берег можно было только так. Решение по таким крупным объектам всегда проходит очень сложно, но у нас была перспектива проведения универсиады. Это как раз стало одним из самых серьезных аргументов. Скажу, что Николаевский проспект, скорее всего, будет продолжен не завтра, не послезавтра. Но у нас есть серьезные перспективы по продолжению этого магистрали в сторону аэропорта. Также это финансово емкий проект, но он серьезно изменит облик не только Октябрьского района, но и города Красноярска. И мостовой переход, и Николаевский проспект обошлись в 20 с лишним миллиардов рублей. Построить все это было бы невозможно без помощи федерального бюджета. А в новой серии проекта «Вектор развития» расскажем о старейшем дорожном предприятии края и о том, как удалось его спасти от захвата. Анастасия Тиль, Александр Ермошенко, Андрей Давыдов, Еинар Салимов. Енисей. Новости.